Только посмотрите на это. Только посмотрите на это. Они просто стояли, ничего не делали, пока не начался азан. И сразу они последовали за шайтаном и начали мешать. Только посмотрите на это. В другое время они не проповедуют, не ставят палатку, но как только начинают читать азан, они начинают выкрикивать. Когда мы рассказываем об исламе, они приходят к нашей палатке. Если бы они были на истинном пути, они смогли бы ответить на один единственный вопрос, который есть в их Библии. Но вы только посмотрите на них. Из всего делают шоу. Думаете, что своими криками вы сможете нас остановить? Никогда. Можете выкрикивать и говорить все, что угодно, но ислам не остановить. Я сейчас подойду и спрошу кое-что у вас. Сейчас сделаю намаз, и первый, с кем я поговорю, вот этот человек. Вы говорили, у вас есть вопрос, вы хотели поговорить, так? Что вы говорили? Можете задать мне любой вопрос. Держите свое слово, ведь вы считаете себя христианином. Я говорю сейчас с вами, я сказал вам, что подойду и задам вам вопрос, и вы говорили, что ответите. Где ваш брат, христианин Уотч? Он сказал, что ответит на мой вопрос, когда я приду. Я хочу задать вам вопрос, а вы ответите. Вы не ответили ни на один мой вопрос. Я не должен отвечать на ваши вопросы. Вы просто боитесь и убегаете от вопросов. Вы ведь говорите, что вы держите свое слово. Но как только я задаю вопрос, вы убегаете от него. Я вижу, что вы все не можете ответить на один единственный вопрос. Дайте мне знать. Ты можешь прийти и задать ему вопрос, и он ответит на него. Да, я так и хотел. Послушайте, давайте сделаем так. Пусть Энтони лучше молчит. Нет, не надо заставлять его молчать. Пусть Энтони говорит. Ты сам хочешь поговорить с ним? Да, верно. Прояви уважение к нему, и он проявит уважение к тебе. Ты сказал, что у тебя есть вопрос. Давай сначала завершим одно дело, и потом приступим к другому. Без проблем, давай завершим. Энтони, я могу говорить? Дайте мне сказать. Он не дает мне сказать. Как мне вести с вами разговор? Вы прерываете меня? Кто сказал, что этот текст совершенен? Он образованный ученый, он профессор. И он говорит, что это совершенный текст. Не могли бы вы прочесть, что здесь написано? Давайте возьмем маркер. Видите, он не хочет отвечать на мой вопрос. Нет, нет, попозже мы ответим на ваш вопрос. Позвольте мне сказать, каждый раз, как только я начинаю говорить, вы прерываете меня. Хорошо, говорите, пожалуйста. Когда я подошел к вам, я часами объяснял вам это. Я сделал эту надпись и не поставил огласовки. Я объяснил вам, что такое мусхав Усмана, и показал разницу в написании этих слов. Почему? Потому что оригинальная версия не содержала точек или огласовок. Мы прояснили этот момент. Подождите, я не завершил свою мысль. Пусть он договорит. Я все это объяснил вам и ответил на все ваши вопросы. Прямо сейчас я говорю вам, я задам вам один вопрос, вы ответите, и дальше мы будем говорить. Пусть он договорит. В тот день вы задали мне массу вопросов, а у меня не было возможности задать вам даже один вопрос. Почему? Потому что вы боитесь собственной Библии. Это ваш криптонит. Спасибо, что признаете это. Когда я приношу вам Библию, вы убегаете от нее. Я задам вам вопрос из Библии, и если вы сможете на него ответить, я продолжу дальше дискуссию с вами. Подождите, шейх. Мы выслушали вас. Теперь позвольте мне сказать. Прежде всего, не могли бы вы показать видео, на котором вы объясняете этот момент нам? Конечно, могу показать вам его прямо сейчас. Нет, нет, не сейчас. Но вы же сами просите показать. Нет, нет, не сейчас. Позвольте, я закончу свою мысль. А видео можете позже показать. В этом нет проблемы. В чем значение этого слова? Здесь внизу вы написали, что одно значение этого слова — борьба. Не могли бы вы написать второе значение этого слова? Это слово означает борьба? Позвольте мне объяснить. Он будет переводить сейчас это слово, так? Да, я спросил у него перевод этого слова. Хорошо, продолжайте, шейх. Пожалуйста, продолжайте, о чем вы говорили. И снова вы видите, что происходит. Вы не даете мне задать даже один вопрос. Нет. Нет, я понял вас. Я переведу это слово. Я просто показываю миру, насколько сильно вы боитесь свою Библию. Это ведь криптонит для вас, так? Почему же вы не отвечаете на мой вопрос? Мы ответим вам. Дайте я кое-что скажу. Когда мы стояли там, он подошел к вам, а вы сказали, я буду говорить с одним из вас. Приходите, и мы завершим этот разговор. Вы говорили такое? Да, говорил. Когда вы захотели задать нам вопрос, я сказал, да, конечно. И вы подошли к нам. Но вы забываете, что я первый хотел задать вам вопрос. Но если вы не слышите меня, что поделать? Успокойтесь, я сейчас все объясню. Честно, вы ведь знаете, что сегодня я целый день провел с вами. Я провел целый день с ним, объясняя ему этот момент, этот вопрос. Это ложь. Ложь? Разве я не провел целый день с вами? Я стоял с вами и вашими друзьями. Я готов показать вам все на видео. Я не говорю сейчас о моих друзьях, я о том, что вы говорили мне. Но вы тоже были там. У меня есть целых два видео, когда вы пришли, я разговаривал с вами. Это ложь. Я опубликую оба эти видео снова. Я уделил вам время, когда вы в первый раз пришли, затем говорил с вами во второй раз. Нет, позвольте мне закончить. В этот день, когда я написал это, с кем я стоял? В тот день вы говорили с другим человеком. Разве вас там не было? Вы лжец. Кто принес вам эту табличку? Я принес. Так это были вы. Вы лжец. Вы только что сказали, что вас там не было. Но когда я спросил, кто принес табличку, то оказывается это он. Вы лжец. Нет. Нет. Это вам не ваше шоу. Как только я доказал вам, что в Библии есть явное противоречие, у вас не нашлось ответа на это. И вы принесли это, а сейчас не даете мне говорить. Я принес. Я не отрицаю это. Но вы говорите, что вы целый день провели со мной. Но это не так. Да, я провел. Я покажу вам видео. Я провел с вами даже больше, чем один день. Вы лжете, но видео не лжет. Я сейчас переведу вам это, но сразу после этого я задам вам свой вопрос. Договорились? Нет, нет, я вижу, что вы делаете. Вы хотите заговорить меня, не дать мне задать вопрос, зная, что мне нужно скоро уходить. Но я все равно сделаю это. Не могли бы вы прочесть это? Да, я прочту это. Вы специально устроили это все, чтобы опубликовать это на своей платформе. Давайте выключим камеры. Мы выключим свою камеру, вы выключите свою. Но вы не выключите свою, потому что вы делаете это только ради просмотров. Вы раскручиваете свою платформу, и вы сами говорили об этом. Я лично поддерживаю его, потому что Иисус призывает к миру. Мы можем выключить все наши камеры. Энтони, не вмешивайся, можешь помолчать, пожалуйста? Я поддерживаю Энтони, давайте сделаем это. Давайте все выключим наши камеры. Видите, Энтони, что делают ваши христианские братья? Они не прислушиваются к вам. Вы упомянули слова Иисуса Христа, и посмотрите на них. Энтони, вы христианин, так? Да, Иисус Христос, мой Бог, мой Спаситель. Но когда вы процитировали слова своего Спасителя, следуют ли его учению эти люди? Прочитайте, пожалуйста, что здесь написано, а то вы не успеете. Вы только посмотрите на этих ребят. Какую цитату он привел от Иисуса? О том, что Иисус призывает к миру. Верно, ваш брат предложил выключить камеры, остановить шоу. Но вы не хотите выключать, потому что вы здесь ради просмотров. Я отвечу сейчас. А Энтони, вы, видимо, единственный христианин здесь. Посмотрите, они не собираются отвечать на мой вопрос. Они делают все, чтобы убежать от Библии. Я стоял там все это время, отвечал на все их вопросы. А он убежал. Вы здесь только для того, чтобы мешать нашим проповедям. Вы лжете. Вы здесь только для того, чтобы мешать нашим проповедям. Вы говорите, что Всевышнего Аллаха не существует. Но в той книге, которую вы дали, написано, что Иисус – это сын Всевышнего. Там поминается имя Всевышнего – Аллах. Вы лжец. Посмотрите на арабскую версию Библии. Там написано, что Иисус – это сын Всевышнего. Но вы не признаете упоминание того, что там есть слово Аллах. Неужели Иисус – это ваш сын? Но ведь в арабской Библии есть имя Всевышнего – Аллах. Этот человек тоже отец. Неужели Иисус – это его сын? Иисус – это ваш сын? Все это есть на видео. Вы не признаете слово «Аллах», но это слово есть в Библии на арабском языке. Иисус – это ваш сын? Скажите, Иисус – это ваш сын? Шейх, что вы делаете? Ничего, просто говорю, не трогайте меня. Отойдите, пожалуйста. Не трогайте меня. Я вас не трогаю, вы тоже не трогайте меня. Уберите от меня свои руки. Дайте мне Библию. Вы дотронулись до меня, но я не позволю вам этого. Вы не можете ответить на мой вопрос, но это не означает, что вы можете дотрагиваться до меня. Я не трогал его, а вы тронули меня. Еще раз прикоснетесь ко мне, и я ударю вас. Я не шучу, я говорю серьезно. Я не трогал вас. Я не трогал вас. Вы тронули меня, это все есть на видео. Посмотрите, этот человек дотрагивается до меня, хотя я не трогал его. Я вас не трогал. Вы опасаетесь за свою жизнь? Нет. Но это не означает, что он может дотрагиваться до меня. Вы ведь сами отреагировали бы точно так же. А кроме того, он постоянно лжет. Вы отрицаете то, что написано в Библии и на арабском языке. Вы уходите от ответа и не переводите это слово. Я переведу вам только при одном условии, что после этого вы ответите на мой вопрос. Нет, я не буду. Вы назваете нас лжецами. Но это так и есть. Прочтите это, пожалуйста, если вы не возражаете. Я прочту это, но немного отойдите от меня, пожалуйста. Я отойду, но вы сами не подходите ко мне. Но это вы дотронулись до меня. Я покажу видео и докажу, что вы лжете. Не трогайте меня. На видео видно, как вы дотронулись до меня. Я знаю, как было на самом деле, и он тоже это знает. Вы стойте там, на своем месте. Не вмешивайтесь в нашу дискуссию. Я не трогаю никого. Стою на своем месте. Им не нужна ваша защита. Спасибо. Когда вы смотрите на слово Каталя, то оно происходит от слова, которое означает сражаться. Каталь, убийство. Однокоренное с ним слово. Вы знаете арабский? Да, я знаю арабский. А вы знаете арабский? Нет, не знаю. Кто написал труд Аль-Бухари? Имам Аль-Бухари. Он знал арабский? Да, знал. Нет, он не знал арабский. Вы говорите, что он не знал арабский? Вы говорите, что он не знал арабский? Что вы только что сказали? Мы вернемся к этому позже. Что? Имам Аль-Бухари не знал арабский? Он как ребенок. Вы видите, что происходит? Я начал переводить, а он прячется в палатке. Вы видите это? Продолжайте, пожалуйста. Переведите мне этот момент. Вы слушаете меня? Да, я вас слушаю. Итак, слова Кутиля и Катиля оба могут означать сражаться и убивать. Понимаете? Итак, оба слова имеют одинаковое значение? Да. Итак, это ваш ответ. Хорошо, я понял. А теперь я задам свой вопрос. Вы помните, какой у нас был договор? Мы договорились, что я переведу это слово, а потом задам вам свой вопрос. Вот так они мне сказали. Этот христианин сказал, что я задам свой вопрос после того, как переведу это слово. Ничего не говорилось о дебатах. Вы не просили меня обсудить это слово, вы просили перевести его. А теперь я задам вам свой вопрос. Направьте, пожалуйста, на него камеру. Вы христианин, посмотрите, что происходит. Все, что я прошу. Нет, нет, не указывайте ему, что делать, а что нет. Он настоящий мужчина. Итак, послушайте, что я скажу. Нет, он не будет ничего говорить. Нет, позвольте ему сказать. Энтони, разве они не сказали, что если я переведу это слово, я смогу задать свой вопрос? Так? Энтони, скажите правду. Да, это так. Если вы не подтвердите, я не буду говорить. Но мне нужна ваша честность. Послушайте, что говорит этот христианин. Не связывайтесь с этим человеком. Он все мешает в одну кучу. Энтони, скажите правду. У мужчины есть только одно слово. Если вы сказали что-то, придерживайтесь этого. Мы все дети Авраама. А значит, мы одна семья. Мы не семьи Авраама. Пожалуйста, не вмешивайся. Посмотрите, это говорит христианин. Он не мусульманин. Пожалуйста, притерпите свою эдустку. Нет, нет, позвольте ему говорить. Не затыкайте ему рот. Энтони, не позволяйте вас затыкать. Не будьте трусом. Я не трус. Я не боюсь их. Тогда говорите правду. Я не боюсь. Я не боюсь. Если я переведу это слово, то я смогу задать свой вопрос. Они так сказали или нет? Когда этот спор прекратится? Они сказали так или нет? Если они вас просят что-то, и вы ответите на это, то да. Спасибо. Да, они попросили меня перевести. Я сделал то, что они попросили. Теперь моя очередь. Я не знаю всей ситуации. Я знаю только то, что видел сейчас. Но я об этом и прошу. Только то, что случилось сейчас. Они сказали, что если я переведу это слово, то я смогу задать свой вопрос. Так? Прямо перед вами они сказали, что если я переведу, то я смогу задать свой вопрос. Я перевел то, что они просили. И этот крестьянин подтвердил, что я могу задать свой вопрос. Да. Но мы еще не закончили. Энтони, пожалуйста, оставайтесь на своем месте. Разве они не говорили такое? Они лжицы? Посмотрите, снимите это, пожалуйста. Их брат христианин говорит правду, а они пытаются скрыть правду. Они только и делают, что лгут. Они сказали, что если я переведу, то смогу задать свой вопрос. Я перевел, но они убегают от Библии. Энтони, хотел бы Иисус от тебя, чтобы ты сказал правду. Не вмешивайся в это. Неужели ты позволишь им закрыть себе рот? Ты не скажешь правду? Правда есть правда. Правда есть правда. Да, они сказали так. Он перевел это слово. Теперь пусть задаст свой вопрос. Вот именно. Ваш брат христианин призывает вас соблюсти договоренность. Пусть весь мир видит трусливость этих людей, которые не дают мне задать им один единственный вопрос. На видео зафиксировано, что я перевел то, что вы просили. А теперь, когда у меня есть к ним один вопрос, они не позволяют мне его задать. Этот христианин является честным человеком. А эти люди думают только о просмотрах. Это все, что им нужно. Не трогайте меня. Если вы тронете меня, я буду защищаться. Шейх, отойдите немного, пожалуйста. Почему он трогает меня? Я не боюсь его. Скажите ему, чтобы он не прикасался ко мне. Думаете, я трус? Отойдите от меня и слушайте меня. Если вы хотите говорить со мной, то вначале ответьте на мой единственный вопрос. Но вы не можете ответить даже на один единственный вопрос. Ваш брат христианин подтвердил все и просит вас держать свое слово. Если эти люди не могут ответить на один вопрос из Библии, то весь этот разговор бесполезен. Какая будет польза, если они не держат свое слово? Ваш брат христианин хотя бы честен. У него есть достоинство и смелость говорить правду. Я выполнил перевод, и теперь моя очередь задать вопрос. Уходи, убирайся. Не говори мне уходить, я буду находиться там, где хочу. Я не уйду, я не уйду, что ты сделаешь? Ничего от них не добьешься, потому что они не могут ответить на один единственный вопрос из Библии. Ни о чем говорить с ними.